Покупаем красочку для склада. Закончил наш покрасочный день. Все в краске. Кто-то даже слишком перестарался. Покажи. Надо новый заснять. Что у нас здесь? Здесь замяты эти шваты. Привет, друзья. Это 16 выпуск коммунального олигарха про бизнес. Где я снимаю вам свою историю про бизнес с нуля. Которую я строю своими руками и своей головой без чьей-то помощи. Простой дедный парень из коммуналки. И вы следите за моей историей. Огромное вам спасибо. Комментируйте мои каждые выпуски. И если честно, то я хотел сделать этот выпуск еще в январе. Похвастаться, как идут дела у моей компании. Как у меня все получается. Все круто складывается. Но это был бы уже не я. Совсем не я. Наверное, вы смотрели предыдущий. Ну, очень-очень предыдущий выпуск. Не купить квартиру в Москве. Я вам показывал, что два года назад я инвестировал в покупку своих уже коммерческих площадей. Чтобы не платить аренду. И в декабре 2019 года я уже должен был их получить. Но сегодня март. Да, сегодня март. И, естественно, никто вовремя помещение мне не сдал. Соответственно, снимать в январе мне было просто непроштово. Непроштово. Как это сказать? Безусловно, нельзя не отметить каких-то мелких улучшений. В компании докручивания каждого винтика, гаечки. Я постоянно сижу и думаю, что бы там дыр улучшить. В общем, одно из таких это стало введение платных коробок. Может быть, кто-то до этого додумался раньше. Но так как я начинающий предприниматель, я вот только до этого сейчас допер, что можно какую-то копеечку ввести. Но зато это будет более качественно для клиента. И самое главное улучшение в компании, которое я придумал, ну, точнее, это не новость, его ввели только какие-нибудь Мосэнерго, там всякие вот такие крупные государственные компании, это оплата по QR-коду. Да, вот теперь просто можно навести телефон с камерой и оплатить счет со своим заказом без процентов. В общем, я, можно сказать, один из инноваторов тех, кто начал внедрять эту систему платежную у нас в России. Я лично ни у кого такого не видел, даже у крупнейших федеральных сетей каких-то интернет-магазинов. Если вы видели, напишите в комментарии, у кого тоже такое есть. Будет интересно почитать. Я хотел снимать вам выпуск вообще в январе, да, про получение помещения, но так как я неудачник, я его не получил. И у нас задержка три месяца уже. Ну, во-первых, почему я за рулем? Потому что вы помните, из предыдущего выпуска водитель попал в ДТП. А еще поотлетал. Как сопля теперь держится. Естественно, он отказался компенсировать за поломки, которые причинил автомобилю, и просто слился. Ну, в общем, вот с такими проблемами вы столкнетесь, когда вы захотите заниматься бизнесом. Ваши сотрудники там, не знаю, накосячат как-нибудь, отравят клиентов, пошлют клиентов, и потом просто сольются. И вам потом все это расхлебывать. Либо закрываться, либо как-то пытаться расхлебывать. Потому что клиенты будут хейтить не этих сотрудников, а будут хейтить вас. И все самое плохое далеко не это то, что я вам сейчас перечислил. Ну, какая-то задержка помещения всего на три месяца, помятый бампер. Это все туфта. Вот дальше будет настоящий трэш. Помещение, которое я вам показывал в предыдущем выпуске, которое мы арендовали в связи с тем, что нас выселили с того склада, потому что здание ушло на реконструкцию. Это Москва. Тут старые объекты выкупают, реконструируют и продают еще дороже. И, в общем, мы попали в такое здание, просидели там два года, арендовали новый склад в предыдущем выпуске. Прошло восемь месяцев. И что вы думаете? А? Что-что? Да, это здание тоже продали каким-то инвесторам. И всех арендаторов оттуда к чертовой бабушке выселяют опять. Я что, тяжело. Жесть. Это просто жесть. Задержка помещения. Я уже готовлюсь к ремонту. То есть, все время у меня должно сейчас уходить на новый ремонт. И мне нужно срочно искать аренду. Просто откуда, как, что. Все, через месяц съезжайте. Все, просто все здание сносят. Съезжайте через месяц просто с товаром куда угодно. Я просто в шоке. И думаю, что делать. И мы полетели смотреть аренды. Это где-то 20 тысяч. Да. Но есть более-менее общие состояния награды. Вот такое вот гигантское старое ушатанное здание. Там воняет, конечно, вообще стариной. Сталином воняет. И, блин, проблема в том, что нам говорят, это здание тоже через два года будет сноситься. Это вообще жесть. Я уже не знаю, куда бы мы ни переехали, это здание на реконструкцию либо сносится. Да, подумай буквально. На цоке, по-моему, пока не было. Нам буквально еще... Там было их три комнатки, вот, ребята, в группе, да, и соседнюю еще подкладку. На автопутке. Ну, подумаем сейчас, когда до вечера, наверное. Если ты снимешь здесь, в этом помещении, склад, то, емой, на весь. Короче, ребят, вот оно. Нету, но приличное место. Вот оно здесь, Третьяковское, прям, блин, центр, но его будут сносить. Офигеть, не знаю, брать, не брать, опять на два года. Все. Расторгли мы опять здесь договор. Это здание тоже реконструируют, его тоже сносят. Это же недавно только вам снимали про переезд на этот склад, как мы делали ремонт. Всего лишь восемь месяцев прошло, и это здание тоже отправляют на реконструкцию, сносят. И сейчас, вы не поверите, мы днем ранее заключили договор на Пушкинской. Блин, звук был. Заключили, короче, договор на Пушкинской недавно, вчера. И уже просто были в отчаянии, там был какой-то подвал, хотя, да, тоже там недалеко от метро, но это все равно не то. И тут утром появляется объявление около Кремля. Это жесть, ребята, это жесть. Около Кремля просто еще, ну, и дешево, как бы адекватный оценник. Причем 20 квадратов там вообще под склад. Это жесть, еще парковочное место прилагается за эти деньги около Кремля. Это просто фантастика. Короче, мы сейчас подписали договор, и уже завтра мы должны были идти на Пушкинскую делать ремонт туда, в этот подвал. Но вместо этого мы пойдем завтра делать ремонт на библиотеке именно Ленина, на вот этом новом складе Арбатской. Там, короче, дофига станции метро, по-моему, 4 штуки, 4 ветки разных. Короче, завалено все мебелью, батя помогает нам сегодня, вот, а мы будем сейчас скоро красить. Так вот здесь все завалено, и тут даже есть портрет Владимира Владимировича. Я учился 8 лет на экономиста, аспирант, почти доцент. Буз закончил чисто, мир финансов для меня. Книга была открытая, кризис грянул, и теперь угадайте, кто я. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, грузчик, брюк кладет и тащит. Все, кто может деньги правильно посчитать. Грузчиком, конечно, в детстве мечтали встать. На улице уже вечер, практически 22.00, а мы вот заканчиваем. Уже делаем синюю, и осталось вот эту балку сделать синюю. И вот та стена будет синяя. И потолок еще закажем синий. В общем, будет, короче, вот такое синее, балки. И вот такая вот зеленая комната. Ребят, не устаю повторять вам. Обязательно делайте брендинг, потому что человек должен вдохновляться вашей компанией. Потому что если вы не уделяете времени тому, чтобы позаботиться над дизайном своей компании, то сами подумайте. Ну, пришел он к вам в магазин, а завтра он придет кому-то еще. Послезавтра еще. Какая разница? Ведь отличий между вами и конкурентами нет. Поэтому обязательно делайте брендинг, лаймхаки для начинающих предпринимателей. Еще у нас здесь, короче, очень стремная тряпка. Освещение в этой части очень темное. Так, вот. Такая вот тряпка здесь, я его сейчас снимаю. Вот. Чтобы вам видно было, я снимаю. Я уже битый час изучаю квадрат потолка. Убеждая себя, что права ты и нужен ремонт. Я бы сделал тогда потолки аж для целой страны. Чтобы радости в дом от моих мыслевод. Да по гостам строительных норм. Чтобы люди... Стопы стеллажей закупили. Смотри, еще вот эти. Вот сколько. Сейчас будем скручивать. Вообще, вчера просто на ногах не стояли. Стопы всего собирали. Это просто жесть. И сегодня второй день скручивания стеллажей, полок, размещения товара на новом складе. Почему, говорят, зачем, типа, предприниматели или кто там покупает понторезки или здоровые машины. Так вот, лайфхаки для начинающих предпринимателей. Всегда сразу покупайте внедорожник, либо гигантскую машину. Чтобы на ней не стильно можно было проехаться. Какие-нибудь там поездки отдохнуть. И в то же время, чтобы ее можно было по полной нагрузить для работы. Ну что, ничего нереального не существует. Полный багаж. Вот так сюда затолкали. Вот. И теперь еще и последнего человека. Давай, залазь. Теперь поймем полностью, поместится или нет. Вот. Еще и человек залез. Стать я физиком решил, после старших классов. Знал, как силу приложить, сколько нужно массы. Знал, как тело поднимать, чтоб росла энергия. Пригодились навыки. Угадайте, кто я. Грущик, грущик, парень. Нифига. Курирует. Рэмбо. Вот такие синие шкафчики будут вон там. Теперь вместо вот этих. Эти переместим вдаль здесь, чтобы встречались синие шкафчики с синей стеной. Короче, вот мы сейчас собираем стеллажи. Затащили. Вот такие синие эти собрали. Теперь такая синяя стена. Тут надо убрать отсюда еще. И уже идут первые. Собрать. мы переехали и переехали мы прям в последний день то есть у нас все в этот день закончена аренда вообще создание было последним мы были последними арендаторами но вы думаете на этом неудачи мои закончились это был бы не я я прирожденный неудачник теперь новая неприятная жена расхерачивала вчера ситроен слетела вот так вот короче в яму и вот смотрите все бампера все поотрывалась передний жесть короче невидение за невидением как так можно было ездить ехали вместе вот нормальная дорога а я не заметила ночью обрызть убила тачку ты наверно еще и в люк до попала а где она следит тема вот короче следы от колес и в яму дальше друзья есть вам нравится мой канал про бизнес как я строил свою компанию с нуля в реальном времени своими руками сталкиваюсь каждый день с каким-то просто трешем нереальным то обязательно подписывайтесь на канал следующий выпуск наконец таки я надеюсь что мы получим ключи и начнем уже хоть что-то делать надеюсь на это в общем всем счастливо пока и так вот она красная площадь кремль а вот он наш склад м м м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok